Так вот, вот теперь ваша радость-то прибыла. Программа «Автостоп», как и программа «Дом, милый дом», может вам в действительности продемонстрировать абсолютно неправильных людей, по сути, то. Потому что программа «Автостоп», как и программа «Дом, милый дом», так же, как и вы, проверяет таких людей. Ну и вот, в прошлом году один такой человек был, дома типа строил. Хотите посмотреть, как он это делает? А не будете это делать смотреть. Потому что, может быть, дома-то он и строил, но отношение к людям у него очень странное. То есть он типа пошел на выборы, типа проиграл эти выборы. И типа сделал так, что человек, ну, больной онкологией, который деньги хотел у него взять для того, чтобы поехать полечиться, мимо кассы пролетел. Спасибо тебе, дорогой мой человек. Сейчас мы вас, сейчас мы этот сюжет и покажем. С вот этим человеком все было круто. Попросил Перец поддержку и доверие. Мы это ему и обеспечили. Но доверие основывается на обмане и лжи. Не верьте товарищу оному, он вас кинет. К слову, о тех, кто его может к себе взять. И вы понимаете, что он делает? Нет понятия, так расскажу. Он обещал деньги и клялся, что отдаст наречение больному глиобластомы человеку. В итоге тот человек влез в долги и поехал. А этот даже не решил помочь. И вот вам человек, который хотел стать депутатом. Такого перца вы можете взять в коллектора. И с той же серией человек. И с той. А вот теперь другой вариант, да? Косяки и дороги. Да, косяков бывает много. Но вот мы сюда приехали, здесь поставили свою машину. Мало того, что этот человек не сделал ни одну машину. Сколько бы он машин не брался. То есть я ему пригнал свои замечательные машины на автомате. Ниссан Авенир не сделал. Первая передача так и не работает. Форд Таурус так и не сделал. Вообще ничего не работает. Что я ему еще пригнал? А, Мерседес 600 я ему пригнал. Тоже ничего не сделали. Вообще суперовская композиция. Да, пришли сюда, все это дело разхабатили. Давайте посмотрим, как он это делал. То есть он признавался, что у них проблемы. Теперь вопрос номер два. Три машины с автоматом этот чувак не сделал. Нормально? Ох как! Ведь клялся и божился, что получится. А нет. Хотя он получил типа признания. Но вы должны понять, с кем вы работаете. Телевидение вы не кинете. Не получится, господа. Нормальное телевидение и казнить вас может, если что. И вот вам такая казнь. К вам в ваши руки ни один нормальный человек не приедет. Мало того, вот это не сделанная вами машина. В срок, который вы обозначили, к вам приехала. Внимательно слушайте сюжет. Я не вру. Месяц у вас проторчало. У вас же в нее въехали. И вы все это сложили на хозяина. Козявки вы не детские. К слову, куда такой перец пойдет? А в страховую. Там для таких кренделей почет и уважуха. Да. Вот такие они проблемы. Ну, мало того, что проблема оказывается не в том смысле, что они вообще ничего делать не умеют. Такие люди оказывается существуют. Оказывается, что здесь можно машину поставить. Ну, просто мы договорились, чтобы я машину здесь поставил. Я поставил как нормальный человек. И потом через месяц, представляете, это называется, как вы работаете. Я еще раз говорю. Если вы работаете с программой автостоп, так же, как и с программой дом-милый дом, то есть такая возможность по взаимозачету, да? Только вам, ребятки, надо понять, чем мы вам можем наказать. А мы вам накажем, если что-то не получается, да? То есть вы поступили крайне нехорошо. Так вот там результат. То есть один человек, который показал в начале сюжета, так вот у него счастье будет, у этого человека, 6 месяцев. Один месяц уже прошел, и еще 5 будет у него. Здесь сумма немножко меньше была, но люди поступили и очень неправильным образом. И теперь, и в который раз мы вам скажем, что если вы хотите свою машину сюда отдать, пункт номер один вам ее вообще не сделают, да? Пункт номер два. Если что-то с вашей машиной случится здесь, вы еще и сами будете ее восстанавливать. Это типа клево, да? И пункт номер три. Сами думайте, куда нужно ехать. Вот сюда не думаю ни в коем случае, что вам необходимо было приехать, это точно.